Как мы говорили в автобусе, они уже занимаются в 14-й год, Алексей Викторович, правильно? В 14-й год занимаются технологией наутил. Это пионер, возил его по этой технологии. Три хозяйства, которые руководил Зайца Валерия Константиновича, замялась, как его назвать. Ну, короче, он специальный учитель физкультуры. Вот поэтому он этим занялся, он не был перегружен этими агрономическими знаниями, которые нам дают в институтах. И когда я с ним встретился первый раз, он мне начал про это рассказывать. Хорошо, что я его не послал далеко и надолго. И мне не стыдно перед ним сегодня, потому что мне это было тоже как-то не так. И это наш лидер не только по продолжительности работы, по результатам, по эффективности. И вот все публикации, которые мы делаем, если мы вставляем урожайное, то результаты здесь очень-очень даже убедительные. И хозяйство входит в холдинг АСБ. АСБ. Агрохолдинг АСБ Агра. АСБ Агра. Вот главный агроном холдинга немножко нам расскажет, что куда они входят, чем они занимаются, а потом вернемся к хозяйству. Друзья, мы рады приветствовать вас в нашем предприятии «Урожайное». Сегодня встречает здесь вас заместитель генерального директора Антон Сергеевич Индригин, исполнительный директор Алексей Федорович Невичеря, и главный агроном данного предприятия «Урожайное» Сергей Иванович Шиянов. Я, как уже сказал, главный агроном агрохолдинга АСБ Агра. Агрохолдинг АСБ Агра основан в 2000 году. Собственниками на сегодня являются братья Бондаревы Павел Викторович и Виктор Викторович. Генеральный директор Ланин Игорь Алексеевич. Представлены мы в трех регионах нашей необъятной страны. Ставропольский край, Ростовская область и Краснодарский край. В банке агрохолдинга сегодня 72 тысячи гектар пашни, 81 тысяча гектар общих сельхозугодий. Вкратце, в принципе, все. Основные массивы у нас представлены в Ставропольском крае. Предприятия входят в агрохолдинг. Девять предприятий на сегодня входят. Семь из них в Ставропольском крае, одно в Краснодарском крае и одно в Ростовской области. Если есть вопросы, я думаю, произвольно о работе, как бы с удовольствием мы на них ответим. Сколько из них поднаутил? Из них поднаутил Красносельская у нас на сегодняшний день порядка 7 тысяч гектар и урожай на 4,383. Почему мы переводим другие? Потихоньку переводим. Потихоньку элементы. В Новоалександровском районе в прошлом году мы 1145 гектар перевели под наутил, посеяли все. Пшеницу в этом году посеяли, кукурузу. Потихоньку смотрим, щупаем, как это все будет происходить. Значит, а сейчас я предоставляю слово с удовольствием руководителю или директору ООО «Урожайное» Алексею Федоровичу Невичере. Он инженер по образованию, но он перековался в агроному уже. И поэтому вам слово, пожалуйста, расскажите, пожалуйста. Инженер – это мысль, поэтому остаемся инженером. Я говорю, мысль инженера, остаемся инженером. В общем, с 14 лет мы занимаемся нулевой технологией. Во-первых, я поприветствую вас на Ипатовской земле, она знаменитая. Поэтому с 14 лет мы, как пионеры, действительно начали заниматься нулевой технологией. Хозяйство – это было в стадии банкротства, когда мы сюда пришли. Ну, технология появилась в 2007 году. За эти годы мы все время работаем с положительным балансом. Прибыль 4308 доходится от 100 миллионов до... Не привык. 100 миллионов до 24 миллионов чистой прибыли. Каждый год. Наибольшая урожайность по зерновым у нас составила 64 центера. Найменьшая в том году была, потому что заморозки, нулевая технология весенняя не любит. Лучшие посевы погибли, но получили 20 центера. По подсолнечнику мы урожайность средняя за эти годы от 31 центера в том году была 16. Но в том году нас очень подвели мыши. В хозяйстве внедрен шестипольный севооборот, 4 тысячи, ну по 700 гектар где-то в среднем поле. Занимаемся, выращиваем пшеницы, 50% у нас занято пшеницей. Но вы знаете, сейчас экономический севооборот предполагает перед агрономическим. Поэтому мы практически где-то последние три года сеяли около тысячи с чем-то гектар подсолнечника. Несмотря на это, я вам говорю, средняя урожайность за эти годы где-то 54 центера. Ну, что еще? Подсолнечник, выращиваем рапс, выращиваем лен, кукурузу на зерно. Никто кукурузу на зерно в Ипатовском районе на Багаре не выращивает. Благодаря нулю мы выращиваем кукурузу. Самый больший результат был 74 центера. Ну и самый меньший позапрошлом году, мне кажется, изменяю память, для яровых был критический момент во всем. Не было осадков. Мы получили 10 центеров. Но все равно, несмотря на это, хозяйство работает прибыльно. Поэтому нулевая технология, не буду ее расхваливать, она дала нам, ну, плохо то, что сокращение кадров. У меня всего, на настоящее время, находится 41 человек. 14 человек, это даже 12 человек, это основная сила. 8 механизаторов и 4 водителя. Механизаторы универсальные, они работают на всем. Водители тоже имеют по 2, иногда по 3 машины. Ну, в принципе, когда обстановка требует, они садятся на то. Все, все виды работ делаем самостоятельно. Практически никого не привлекаем. Ни на уборку, ни на все. Единственное, на уборку мы можем заказать, когда с дальних полей возим КАМАЗа, или одного, или два КАМАЗа, которые помогают в переброске. А все остальные виды работ делаем сами. Средняя заработная плата, если вас интересует, у водителей где-то в пределах 45-48, ну, в зависимости, где. У механизаторов доходит до 70, но это, кто работает на химии. Поэтому коллектив маленький, управляемый. В принципе, я считаю за эти годы, что для нулевиков две беды. Одна беда появилась – слежняк, а вторая беда – сейчас злаковый сорняк. Потому что агротехника, ну, желает. Ну, в принципе, не хочется увеличивать количество людей, чтобы эти работы делать. Уход, видите, вот, скосили, это ж эгелопс, да, вредные очень. Ну, понемножку мы отсюда заносим в ихние поля. Потому что в этом году у нас тоже заросли поля чуть-чуть. Ну, со слезняком мы нашли, как бороться. Поэтому, думаю, и с этим справимся. Вот, в принципе, коротко все, что есть. Мы посмотрим в процессе нашу базу. Там техника. Техники, короче, очень мало сохранилось. Раньше, если я инженером был, лозунг был «энервооруженная села» должна быть высокая. Сейчас у нас находятся три мощных трактора. Ну, как мощных? Один, четыреста лошадей, два по двести пятьдесят и восемь МТЗ. Их тоже можно сократить. Ну, только силка висит, потому что... Ну, пока мы сдерживаем такое количество. Два жандира, опрыскивателя, потому что нагрузка на этот вид работы возрастает. Два стареньких водовоза, которые обслуживают их. Ну, в смысле, начали заниматься биологией. В принципе, построили маленький цех для воспроизводства. Ну, в смысле, нам приводят, типа, в сухом виде. Мы здесь... Да, ну, посмотрим. Поэтому результаты, да, есть. Особенно в этом году было заметно. Ну, мы мало занимаемся, не слишком много. Поэтому, ну, в этом году, я имею в виду, я заметил, раньше мы не могли рано начинать сев, потому что влага и солома не прорезалась. Солома начали применять триходерму. И в этом году практически мы работали... Раньше, как стемнело, мы бросали сев, потому что, ну, как, гребет там, прочие недостатки. А в этом году солома была... Может, ее мало было, поэтому, в принципе, сказать. Но эффект есть. Поэтому триходерму, я считаю, что всем желательно применять. Спасибо. Ну, остальное в процессе... Я имею в виду, у нас пять комбайнов. В общем, вся техника трактора, я сказал, комбайны и опрыскатели. Больше ничего нет. Ремонт мы сократили до минимума. Ну, правда, и техника у нас новая, обновленная. И мы тратим 24 литра на гектар солянки, да. Поэтому можно, конечно, еще, ну, в смысле как, разумнее подходить. Ну, пока мы все такие результаты. Ремонт в себестоимости 3%. СМ тоже 3% в себестоимости. А раньше они были до 80%. Поэтому плюсов, я считаю, в нулевой технологии, ну, уже 14 лет. Больше, чем... Ну, единственное, я имею в виду, что количество людей... Ну, хочешь не хочешь, прогрессивная техника идет, вооруженная. Поэтому и там освобождается, и у нас. Поэтому вот такие у нас дела. Скажите, пожалуйста, это на какую площадь вы назвали? 4 383... Скажите, пожалуйста, 4 383 гектара. Мы сеем... Ну, в смысле, у нас поля не отдыхают. Мы все время... Вся площадь у нас работает. Вот я здесь почти 20 лет. 20 лет, да. Всех приветствую. Значит, здесь на данный момент у нас гороха посеяна 447 гектар. Представим, двумя сортами это Балдор, 140 гектар. И 307 гектар это Царевич, украинский, если не ошибаюсь, селекции. Да. В общем, до села здесь внесено было с весной. В случае ничего не делалось. Поля были засорены. Ранней весной внесли кайман форта по 1,2 килограмма на гектар. И сразу сел. Посеяли полтора... Что ты обманываешь? А? Ну, раз плячешь блаженность, обманываешь. Нет, нет. Посеяли полтора миллиона мы на гектар гороха. Ну, в зависимости от массы. Это где-то около... Чуть больше 400 килограмм на гектар. Сеяли без удобрений, так как не смогли норму выдержать. Сеялка не могла. Да. Дальше здесь были проведены уходные мероприятия. Это обработка по вегетации. Отработали против злаков, шагуном. И двудольные отработали гербетоксом. Внесли в микроудобрение агромастер. И против вредителей однократная эйфория. Проведена по дозе 0,3 килограмма. Предшественник? Предшественник, азимая пшеница. Способ уборки пшеницы? Прямой. Пробовали отчет? Ну-ка, давайте так, расшифруйте ее, как прямой. Прямой аккомбанировать. На высоте среза? Ну, если пшеницу убираем, высота среза не менее 30 сантиметров. Ну, в прошлом году была пшеничка слабенькая. Да, поэтому убирали пшеницу. Поэтому искосили, конечно, пониже. Во всех хозяйствах. Да, было много. Ну, исключение, вот бывает такое. Да, а так мы стараемся. Есть применяемые отчетки, если это возможно. Есть у нас 4 жадки очесывающие и убираем лен очесывающий. В том году у нас было 134 гектара, в этом году 755. Ну, мы остановимся, в принципе, по площадям я везде. Так, а урожайность гороха получать? Ну, в том году мы получили 37. Так, когда мы перешли в АСБ, горохом не занимались какое-то время, потом все-таки настояли. Когда начали с 90 гектар, мы получили 47 центеров на 90 гектар. Эти сорта давно выращиваете? Раньше были основные, это уготик, это сейчас. Вот, последние два Балдора и с того года. Почему на них делали ставку? Ну, очень неплохие отзывы, результаты по краю неплохие. Хороший, стабильный сорт гороха. Очень устойчивые, то есть, к полигане, устойчивые засухи, и царевич, и это, и высокоурожайные. Низкий процент расщепления. То есть, также они устойчивые, это два расщепления и расстрискивание убавок. Сроки уборки совпадают с зерновыми? Ну, среди... Где-то, да. На семена есть горох? А? На семена горох есть? Есть. Дело в том, что у нас выращивают, как, ну, чтобы стабильно, вы поймите, ипатовские районы... Ну, у царевича у нас посеян первая репродукция, поэтому семена мы будем, естественно, оставлять. Балдор у нас посеян второй репродукцией. Сеем пшеницу, это все стараемся сорта сеять, только первой репродукцией. Ну, на пшеницу я скажу, мы берем элиту, выращиваем для собственных нужд. Первой репродукцией. Получается, что бобовые у вас 10%, да? Ну, где-то так, на следующий год будет чуть увеличение, у нас орожение появляется. Сколько сейчас вообще площадь гороха? На сегодняшний день 447 гектаров. Кроме 10%. Низкие нормы высела на горохе? Опыты есть, закладывая? Есть. Есть в этом году у нас сейлка там не смогла, у нас где-то 1,1-1,2 миллиона посеяны. В принципе, просто где-то подстрахуемся, была схожесть у нас 90%, ну, прошел все по стадарм, плюс энергия была слабовая, поэтому было принято решение до 1,5 миллиона довести. Есть такие люди, которые хотят точно выселить, то есть есть урок, уже слышали. Есть, да, на сколько сейчас за это состояние? Пробовать надо. Сели 1,5 миллиона, какая сейчас? 1,2. 1,2 миллиона, 1,2 миллиона. Дело в том, что мы на следующий год должны ввести 1600 гектар орошения, поэтому будет меняться, сейчас идет интенсивное строительство. Думаете, мы там про орошение дальше немножко расскажем? Дальше, уважаемые коллеги, про горох. Надо сказать честно, откровенно, что горох в этой зоне очень рискованная культура. Если засушливая весна, гороха бывает ноль. Еще вредитель от него нападает. Поэтому, когда перешли в АСБ, там, ребята, коммерсанты, им нужно только надежный, гарантированный урожай. Но тогда гарантированно получается подсолнечник пшеница. Подсолнечник пшеница не годится. Все равно нужны какие-то другие культуры. Ну и Алексей Федорович каким образом их убеждал, почему я его называю уже агрономом? Он говорит, вы знаете, когда вы оставляете телочку себе дома для коровы, вы телочку берете от хорошей коровы, не от плохой. Да. А почему мы должны выращивать себе семена на плохом предшественнике, на подсолнечнике? Дайте нам горох не ради гороха, а ради того, чтобы тут вырастили качественные семена и вырастили высокий урожай пшеницы. Пшеница им нравится. Хорошо разрешили. Вот 90 гектар ему дали разрешение первый год. Вот он бах, 47 центов, наверное, самую высокую урожайность в крае. Разрешили больше, видите, уже сегодня 440. Так что процесс идет, и я думаю, что правильно считаете, и в нужном направлении. Комбайны ездят. Комбайны, да. Поэтому для озимой пшеницы это уплотнение не страшно, я считаю, потому что везде на рассевах, где озимая пшеница, там она выглядит предпочтительной. Потому что, возможно, контакт семени лучше. А подсолнечник, особенно кукуруза, на этих всегда выглядит хуже. Обратите внимание на край лесополосы. Я использую клык. Это, ну, клык есть клык. Я каждый год практически все лесополосы, которые выходят после озимой, обрабатываю там, обрезаю ко мне вещи. И эффект этот есть. Раньше смеялись, но наши механизаторы смеялись над тем, что вы разную фигню придумаете. А теперь понимают, что возле лесополосы, в связи с тем, что больше снега задержка, больше, лучше получается. И каждый знает, восточную сторону летит набирать хлеб туда. Поэтому и на этих, вы видите, угнетения нету практически возле лесополосы. Хотя лесополосы очень больше. Корневую систему разрываете? Да. Корневую систему, чтобы... Вы говорите, пожалуйста. Я говорю. Поэтому, ну, остальное все так же. Вы говорите, нет поздневных остатков. На краю, на краю, понимаете, много техники ходит. Она измельчается. Она и, особенно кукуруза, ветровые, они практически сносят. Единственное, хорошо, когда только кукурузу убрали и прошел дождь, чтобы она, в принципе, осела. Тогда пожневные остатки остаются. И получается, что вы в плетеную корзину сеете озимую пшеницу. Ну, когда она выйдет. Поэтому, вот, 14 лет, ну, это поле ни разу не горело. Это близко к хозяйству. Горят в основном поля, которые подальше находятся от нашей территории. Ну, в смысле, фермеры. Ну, вообще, и в Патцовский район много выпаливает. Мы все это оставляем. Появилось очень много червей. Сейчас, конечно, это невозможно. А ранней весной, вот, взять вот так вот штуки два, таких хороших червяка вы можете увидеть. Поэтому черви, ну, всегда питание есть. Чем питаться? Они здесь остаются. Поэтому и слизняк появился. Слизняк появился, я считаю, из-за того, что мы находимся. Ну, дальше у нас справа и рыцкий канал, ветка. Видно, там он находился. Это просто мы как гелоб занесли, так и слизняк. А размножаем это очень быстро. Я думал, мы уже на протяжении, наверное, лет 6-7 каждый год применяем методогид. Мы применяем его на подсолнечник, мы применяем его на кукурузу. Даже пробовали на горох применять. Я думал, каждый год, ну, что-то погибает, и его становится меньше. Но, навряд ли, это неправильно. Он все время есть. Потому что, как начали заниматься, так и нужно заниматься борьбой с ним. Пока другого варианта нет. А биологическим методом борьбы? Биологическим методом борьбы, ребята, это, ну, можно. Но начинать нужно на маленьком, мне кажется, это я своих, на маленьком участке. И, как, ну, следить, как хороший рацион, как все должно быть. Опыты. Да, опыты. Пока вы сами это не сделаете, никто вам не подскажет. Притом, я имею в виду, вот, просто, даже здесь взять участок земли, не на другом, она разная. А лопаты нет, случайно, структуру посмотреть земли? Нет, не взяли, мы же не на машинах. Нет, 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 он голубой, это сейчас, ну, сколько уже? Какая-то букашка. Какая букашка, голубая. Поэтому, ну, вы видите, что в этом году посевы выглядят удовлетворительно. Дальше, я когда был в Аргентине, спрашивал, мы тогда 5 лет занимались нулевой технологией Вниз, но чуть без этого Распини не обманешь Где легче добывать среду, туда она и идет Поэтому все нормально Ну, получать тоже в Ипатовском районе 29-30 центров Так спросил у него, говорю, мне не надо там 140-150, как вы получаете кукурузы Когда я получу центров 50-60 кукурузы А он мне говорит, молодой человек, когда кукуруза соцветет и пойдет дождь, вы получите Поэтому мы тоже зависим от Я только хотел спросить, с пролочеком нет? Он же не возьмет Сейчас-то уже не возьмет, но когда семена-то... А здесь вносили против биологии Да, Федорович Семена обрабатывали, биологию вносили против вредителей Сейчас будем работать только Уважаемые коллеги, Федорович начал заниматься биологией в прошлом году, правильно я говорю? Заниматься биологией надо системно и каждый год полностью закрывать Тогда будет эффект капитальный По поводу защиты от нематоды Вам вчера рассказывал Денис Владимирович Что есть нематода, которая будет эффективна против этого слезняка И причем работать не надо по подсолнечнику против слезняка А по пшенице, которая является предшественником подсолнечника Потому что тогда там он размножается, но там тоже есть пшеницы И он уже уничтожает не только само взрослое имага Уничтожает яйца этого вредителя И его на следующий год становится гораздо меньше Или его становится вообще нет То есть нематода живет в почве ряд лет Естественно, она еще не совсем испытана Но тем не менее методы есть, эффективные Ребята работают, продолжают работать Опыт такой нарабатывается Я думаю, что они отработают Хочу обратить внимание на лесополосу Федорович стал клык Что такое клык? Обыкновенная навеска, скажем, плоскореза, рама На эту раму ставят за трактором, скажем, глубокорыхлителя Один рабочий орган, только без лапок, без всего И кировец идет по вдоль лесополосы, обрезает все корни лесополос Как видите, лесополоса себя прекрасно чувствует Но зато растения растут до самой лесополосы Я по Ставропольскому краю езжу 90%, 10% Сколько высота растений? Половина высоты растений, ничего не растет Вот представляете, сколько по периметру, сколько мы теряем урожая Он не теряет ничего Он не жадный, он хозяйственный Значит, теперь второе О том, что вот это край лесополосы Почему я специально наставил, чтобы сюда Обратите внимание, если вы будете разгружать комбайны на краю поля Представляете, что тут будет? А мы были на поле Хребороба, когда вот по 20-30 метров пустых Подсолнечник не взошел, он очень сильно реагирует на уплотнение почек Стержни корневые растения Поэтому надо иметь бункер-накопитель, чтобы он бегал по полю и вывозил за край поля И не разворачиваться Ему здесь некуда деваться У него комбайны, скажем, 8 метров Они все комбайны тут ездят Тут дорога вторая у них накатывается Поэтому такая ситуация, поняли, да? Вот и червя нашли Нашли и вредного червя, и полезного А прудник есть у вас? Говорят, нога агронома не портит А тут агроном Руки, руки, руки работают На ушных целях Столько ущерб выставлено Я не вижу вокруг полей ни оплашки, ни дисков Как вы противопожарные безопасности знаете? Вот такой вот пожарник Они приезжают, он сразу штраф платит Они с удовольствием, довольные уезжают Мы хоть и дискуем там, по 10 метров Нет Смотрите еще, кто есть тут Вы понимаете, в принципе В принципе Температуры пониженные Сейчас были ночные, а он поднялся Но я имею ввиду, если мы сделаем оплашку Там больше сорняка Это 100% Сеялка Особенно если посредине поля пройдет Сеялка проваливается Ну, в принципе Кроме вреда это не приносит Поэтому только пожарники появляются Я поднимаю руки На колени становлюсь Простите Дело в том, что этим должны заниматься Я говорил, понимаете Сейчас все изменилось Раньше были там плуги Если на метров 50 перебрасывается огонь То какой там плуг Какая там распашка спасет У меня Да хоть 3, хоть 5 метров Все равно это вас не спасет Я единственное, что Ну, пожарники приезжают Пока месяц более-менее Я у меня 5 комбайнов Я ставлю одну емкость 11 кубов РЖТ Которая стоит посредине И один водораздатчик Ну, 3,6 куба Там 4 куба Один водораздатчик Следом за ними Движется по территории Ну, в смысле Я говорю, что Если только пожар возникнет То его легче Номинтально Чем когда он Поэтому Пока месяц Бог спасает Это триггодерма, да, ваша? Да А мафос под лен для чего? Под будущее пшеницу Ну, вы поймите правильно Так интенсивно используют землю В Ипатовском районе Где-то процентов 30, наверное Ну, сейчас, может, меньше И имеются пары У нас Я здесь С 2002 года Ни разу ни одно поле Не отдыхало Все время Был сев И вообще я пришел к мнению Что поле не любит пустоты Поэтому Более-мее Поэтому вот боролся за горох Раньше его запрещали По холдингу Мне все время Как экономическая защита идет Так мне все время Упрекали Почему вы сеете ту культуру Которая приводит в убыток Но никто не считал Что после нее будет Что это семена хорошего качества Что Ну, короче, как Но сейчас, в принципе, сдвинулось Еще Да я их столько видел Что Не учил Структура почвы Обратите внимание Нет, но Структура почвы Действительно Я не агроном Я вам говорю С каждым годом Особенно весной Это заметно Как В принципе Мы должны сеять Качественно Для того Чтобы Семя Полностью Обволоклось Землей Да Вот Вот это Позволяет Притом Некоторые сеют Вот говорили Запожневные культуры Я по поводу слизни Хотел сказать Слова профессора Котлерова Передать Он считает Что По слизню Нематодой Надо работать Вот сейчас Здесь подсолнечник был Его популяция Возможно Подрастет Да Потом сюда придет Пшеница Он говорит Пшеницы Работайте По слизню Он все равно там есть Пшеницы Он там Отработать Пшеницы А потом Подсолнечник Будет уже Чистый В принципе Это дорогое Отовольствие Но я считаю Еще один Федорович Еще один Я считаю Что В принципе Слизин Вот сейчас Он на глубине Ну где-то Запрятался Он мелкий Никто не знает Но его Развитие Идет осенью Когда температурный вопрос Когда дожди выпадают Когда В смысле И ранней весной Когда температуру Мы не сеем Подсолнечник Ну мне кажется В этот период Просто Может меньшую дозу Может что Раньше давать Мы Опыт Вот здесь вот Заложили Дня за Три или четыре По полю Разбросали И находили Очень много Гибель Поэтому А когда температурный Поднимается То он прячется И Более-менее Менее Эффективно Его внесение А слизин Это проблема Только нулевой Обработки После Или нет Нет Мне кажется Сейчас Начинают А? У классиков Нету 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 Это более Культурное Растение Которое Состоит Больше Типа Из воды Чем Чего-то У него Поэтому Уважаемая Слизин Это Спутника Тех Посевов Где есть Влага Это Нарушение От овощеводства Там Слизин Сильно Вредит И мы Были Поражены Когда В нашем Засушливом Ставрополе Начал Вредить Слизин Мы Думали Что Это Вообще Не Может Быть Сначала Мы Думали Как Николай Алексей Федорович От Тут же Канал Проходит От Канала Ничего Подобного Не от Канала А у Нас Хозяйство Канала Далеко За сотни Километров Даже Нету И Тоже Слизин Начал Вредить Поэтому Это Спутник Там Где Есть Влага То Есть Появилась Влага Это Хорошо Мы Радуемся Влаге И мы Получаем Урожай Мы Видите Без Паров Работаем Получаем Подсолнеч Кукурузу Единственный В районе Получает Кукурузу Но Раз Получилась Влага Там Влагу Любят И другие Наши Нет Други Поэтому С ними Надо Тоже Находить Решение Не бывает Добра Без Какого-то Зла Хорошо Что Добра Больше Зла Поменьше Но Нашли Решение Все Будем Бороться С ним Видите Есть Слизин Есть Но Повреждение Это Она Есть Естественно Но Она Экономически Незначима Значит Мы Его Победили На сегодняшний День Дальше У нас Есть Коллеги Ученые Которые Нам Помогут Разработают Технологии Систему Вы Видите Это Все То есть Если Мы Работать Будем Все Вместе Как Наш Президент Говорит Мы Победим А Если Будем Разрозненные Я Благодарен Что Только Вчера Приехала Сегодня Приехали Мы Интересуемся Я вижу Что У вас Живые Глаза Вы Хотите Это Видите Знать Это Здорово Сибири Было Так Если Начинает Дохнуть Телята И Нет Льна За Первого Павшего Теленка Платит Главный Агроном За Второе Семеновод И Только За Десятый Пятнадцатый За Техник Поняли Какая Значимость Льна Была Если Не Вырастил Езжай Где Хочешь На Агроном Ответственный Буду Привезти Этот Ленку Бить Это Очень Вкусная Культура Ну А Масло У него Техническое Потому Что Быстро Высыхающее Вот Видите Сейчас Фона И осыпается Завтра Зацветут Следующие Цветочки Так В течение Там Восьми Десяти Двенадцати Дней Отцветает Все И Тогда Начинает Созревать Какую Урожайность Дает Лен Ну Лен Урожайность Раньше Были Льны Межеумки Они Были Еще Более Низкорослые Урожайность Их Была Ниже Сейчас Селекционеры Создали Льны Они Как Они Называются Наоборот Длины Которые Выращивают На Волокно Высоких И Межеумков Это Более Высокоростые Более Ветвистые Современные Сорта Ну На уровне 20-25 Можно Получать Сколько Здесь Норма Восьм Не говорили Восемь Миллионов Это В пределах Оптимальных Вопрос Второго Способ Посева В советское Время Лен Масличный Специально Была Сейлка Льняная Когда Обычная Рядовая Сейлка Сошник Разделялся Еще На Два Ботока Межеумков 7,5 Потому что Лен Очень Плохо Он Не Кустится Не Ветвится Так Сильно У него Слабая Корневая Система Он Не Борется С сорняками Поэтому Чтобы Волнее Закрыть Пространство И Больше Он Более Коронкоредоспособный С сорняками Межеумков Самая Маленькая 7,5 В связи С этим Когда У нас Силки 25 Там Еще Есть Больше Но Я Тут Сомневаюсь Чтобы Это Было Лучше Может Какую По диагонали Сеять Или Как То По Другому Вот Есть Такая Опасность Я Не Утверждаю Но Есть Еще Вопросы Есть Может Где А я Не знаю Что Тут Делать Это Надо Агронома Спросить Ну В принципе Очень Хороший Посев Лен Долгунец Значит Это Межуумки Теперь